Понимаете, вот ваши следователи получили в Казахстане, они во всех вот, кто писал заявление из моей группы, там везде написано компания «Файвинс», ну, пишет адвокат, выяснилось, что компания «Файвинс» даже не учреждена, ее даже нет. Вообще людей заводили в несуществующую компанию и переводили из компании «Агам» в несуществующую, что компания «Агам» в отношении нее уголовное дело аж с 2016 года, вы посмотрите, то есть она в 2016 году была создана и в 2016 году на нее заведено уголовное дело. И вот это, вот должны были провести следователи в Казахстане проверку, понимаете, поэтому факт, они должны были удостовериться. То есть мне там писали, Анжела, пришли нам бумажку, что компания «Файвинс» не существует, я-то ее пришлю, должно что, что ее пришлю, то есть ее можно сострапать, это легко и просто. И я вполне приму вот эти возражения, сделайте запрос, это не стоит таких больших денег, как вам говорили, и вас компания не накажет. И этот запрос должны сделать официальные, вот эти надзорные, надзирающие, контролирующие органы, МВД, Генеральная прокуратура и МИД, то есть Министерственные страны внутренних дел. Мы им дали вот эту информацию, да, вот мы заявили об этом, у нас заявительное право, мы заявили, адвокат заявил, это должны проверить именно вот эти органы официально, они должны это подтвердить, понимаете. И вот они должны, чтобы, ну, действительно, чтобы, вот понимаете, чтобы не было вот этого, что вот мы сказали, мы просто лица, люди, которые, ну, обратились и оплатили услуги адвоката, и которые вот нам это нашел, сказал, и мы это знаем. И еще, почему в суд надо ходить, понимаете, ну, на суде, возможно, давление, это, да, это случается, это бывает, возможно, задабривание, то есть, ну, это, это вообще просто то, что случается и бывает. Но если вы знаете свои права, если вы их умеете отстаивать в суде, если вы можете давать суде отвод, когда вы видите, что, ну, идет не так, как, не соблюдаются нормы, да, процессуальные, что он не соблюдает Конституцию, не следует ей, что нет беспристрастного суда, да, что нет равноправия сторон, что нет состязательности, вы можете выразить недоверие суду, суде давать отвод составу суда, то есть заменят судью, понимаете, для судьи, вот вы даете ему отвод, один, два, три, четыре, все это фиксируйте на аудиозапись, на видеозапись, организуйте, тот, кто посильнее юридически, пусть занимается вот именно работой с судьей, смотрит, как он ведет процесс, тот, кто не знает и не хочет в этом разбираться, введите на несколько камер, на телефоны, введите аудиозапись, купите вот диктофон, записывайте, а для судьи, понимаете, как бы на него не давили, если вы знаете, как должен проходить процесс, если вы изучили материалы дела, если вы видели, что проводилось недолжным следствием, вы также можете давать, ну, отвод, ну, то есть, чтобы следователя вам заменили, устранили, жалобу писали, пишите, и для судьи, когда вы, вот, отводы, или пишете потом замечание на протокол, или в квалификационную комиссию, да, с судей, вы понимаете, это все фиксируется, и карьера у него будет проходить не так легко, по-дружески, и быстро, и хорошо, то есть, вряд ли он захочет жертвовать своим местом, вот этой стабильностью, вот этим статусом, статус судей, положением в обществе, он будет проводить процесс так, как надо, потому что никакие деньги, никакие угрозы, понимаете, он просто скажет, не надо мне ни денег, и не угрожайте мне, я никак не могу повлиять, люди знают свои права, они умеют их защищать, что я сделаю, вы что хотите, чтобы меня устранили, отвод один, второй, третий, вы что хотите, чтобы меня заменили, а я хочу дальше, может быть, я хочу стать конституционным судьем, да, думать, ой, господи, судью конституционного суда, где зарплата около 500 тысяч рублей, сейчас она еще повышается, то есть, представляете, вот сейчас судьи, они получают очень хорошую зарплату, это не 100 тысяч, не 150, это выше, это на ваши деньги, на ваши налоги, если он еще процесс будет проводить недолжным образом, а он, понимаете, конечно, если там есть адвокаты, если их такое количество, и если там давят, просят, или он видит, что, ну, не ходят потерпевшие, это пройдет не в вашу пользу, не в вашу пользу, и я вам хочу сказать, что мне говорят, ой, да, его купят, задобрят, ничего подобного, если вы знаете, и будете вот стоять над ним, и говорить куда-то, отвод, недоверие другому, он вам с четвертого отвода, он себя будет вести, как шелковый судья, понимаете, он будет вот все ваши ходатайства принимать, ходите на судебное заседание, или возьмите вот себе помощника, который разбирается в этом, юридически грамотный, и ведите запись, тут же потом, замечание на протокол, недоверие суду, отвод, жалоба в полификационную комиссию адвокатов, то есть судей, там, жалоба в следственный комитет, прошу разобраться, заявление в генеральную прокуратуру, судья заинтересованы, или еще что-то, понимаете, и вы, вы получите то, что вы хотите, даже если не деньги, но людей привлекут к ответственности, и еще в пользу того, что, ну, судью, даже если покупают, даже если задабривают, ну, вот если он заинтересован, да, почему, если вы держите его в колее, то есть именно как правильно вести процесс, если он знает, что на процессе присутствуют люди, которые понимают и разбираются, да, в юридической науке, он вас прощупает раз, два, три, и он даже и думать забудет, чтобы, значит, вести процесс в сторону обвиняемых, да, в их пользу, потому что у судей содержание, у них не пенсия, вот, допустим, если сейчас они получают, районные судьи, порядка 200 тысяч рублей, ну, тут зависит от региона, там, чем дальше регион, тем больше зарплата, ну, вот берем, допустим, вот, это все открыто, это все можно сдать, вот, если у них сейчас зарплата такая приблизительно, вот, такая хорошая, понимаете, и вот они уходят, к примеру, вот, в этом году, ну, все, они снимают все полномочия и уходят, у них не пенсия, там, 13-25 тысяч рублей, неа, у них содержание, вот, как была зарплата, 150-200 тысяч рублей, она у них такая и будет, и она у них будет меняться, вот, то есть повышается зарплата, да, там, через три года, там, она, допустим, там, 300 тысяч рублей, и у них 300, кто откажется от этого, да ни за какую взятку, и то же самое, и нотариуса заверить, чтобы он заверил что-то ложное, это невозможно, у них такие деньги, у них такие проценты идут, вот, когда, вот, торговые суда особенно там уходят, то есть здесь, такой момент, здесь все зависит от того, насколько вы знаете свои права и насколько вы их можете защищать, если не можете, берите там на месте адвоката, но еще лучше, если вы берете адвоката и предварительно взяли вот уголовный кодекс в данном случае, да, у вас гражданский кодекс и прочитали, ну, гражданский процессуальный кодекс, он вообще страниц 200, вот, российский, он вообще там небольшой, можно взять с комментариями, это рублей 600, и в Казахстане, я думаю, точно так же, там ничего сложного вообще нет, и там по пунктам все расписано, и уголовный кодекс, ну, у вас же это дело уголовное, а не гражданский процесс, гражданский, это когда вы деньги будете уже брать, вот, получите листочек, что, да, вас признают, ну, что вы потерпевшие, и что вам по суду должен вернуть ваш обидчик какую-то сумму денег, и дальше гражданский процесс и там исполнительный лист. Ну, и еще, когда вы так рьяно защищаете, Кенесары Крамаева, там, Клинарт, или других активных участников, что они были такие же инвесторы, они не знали, надо подавать на компанию, мы написали на компанию, и, ну, мы отправили в Генпрокуратуру КБВРД, да, написали, сообщили, пусть разбираются, мы написали так же и в МВД Российской Федерации, то есть мы сообщили свою ситуацию, но мы везде писали в МВД Российской Федерации и в Казахстан, что эти компании не зарегистрированы, их деятельность не регламентирована на территории, там, Российской Федерации и Казахстана, да, что, ну, ну, вот активно участники, да, вот какие приезжали к нам в Владивосток, кто меня заманивал, а вообще мы писали, что это все активно проводилась реклама, ну, через интернет-пространство, то есть, понимаете, у нас не сделан акцент на то, чтобы взять с них деньги, мы описывали ситуацию, описывали, как она была, мы не то, чтобы требуем денег с тех, кому мы отдали эти деньги, да, то есть у нас построена концепция, там, взять его, да, за воротки, да, за воротник, нет, а в том, чтобы разобрались, давайте раскрутим эту цепочку и уже, ну, по-человечески сядем, ну, брал-брал, и ты кому-то отдавал, ты отдавай нам, да, а ты берись с тех, кому ты отдал, ну, по-человечески, если вот так вот, и поэтому, вот, когда вы говорите, что это такие несчастные жертвы, вот, особенно сейчас вот эти четверо, которые сидят, да, люди, они жертвы, либо жертвы своей безграмотности, ну, хотели выглядеть в глазах людей, там, чуть ли не богами, да, вы им заглядывали, прислушивались, баи, да, так называемые какие-то, а теперь, ну, как бы, кушал малинку, покушай и не малинку, да, теперь вот так вот, да, ну, хлебай полной ложкой, но, на самом деле, откуда вы знаете, какой был мотив, причина, повод у того же Кенесары Карамаева, у той же Бахыт, у той же Клинарта Ольги Анатольевны, у Черенковой Валерии, у ее мужа Игоря Белянина, у Кравцова, у Джураева Фаниса, у Соловьевой Елены, да, там, у Гудник Татьяны продвигать компанию, то есть, какой был, ну, может быть, действительно, только повод заработать, а, может быть, были другие причины, может быть, действительно, они являлись организаторами этой пирамиды, мы указываем их, почему вы их выставляете с жертвами, пусть разберется следствие, вот сейчас следствие в Казахстане разобралось, что, допустим, вот четверо, которые сейчас предстали, да, перед судом, что следствие выяснило, что это не жертвы, но писали же и на других людей, а только, ну, вот этих людей, да, сейчас обвиняют, понимаете, то есть, надо думать, что следствие может отходить, проводиться недолжным образом, для этого вы и должны изучать материалы дела и все, следить за этим, корректировать, писать жалобы или говорить, обращать внимание следователю, что ты делал неправильно, то есть, я вам хочу сказать, что люди, которые активно продвигали, которые вели кофе, да, у них был повод, первый повод, мотив, причина, это, естественно, заработать денег, построить структуру, стабильность, этого хотят все, это нормальное человеческое желание, но, вероятно, вероятно, я этого не знаю и не подозреваю, у них мог быть и другой повод, они заранее, допустим, организовали вот этот вот преступный сговор, вошли в преступный сговор, да, и организовали, вот действительно уже знаешь, что это пирамида и что есть уголовное дело, ребят, не надо, вот, значит, выводить их только в ранг жертв, вообще, вот это вот, это очень абсурдно, просто посмотрите объективно, ну, вот на эту вот картину, вот те, кто сейчас пишут комментарии о том, что, ну, значит, ну, сейчас происходит суд, да, над четырьмя активными, на самом деле они ни в чем не виноваты, они такие же жертвы, да, потерпевшие, они также инвестировали, просто зашли раньше и были очень активны. Я с вами, ну, согласна, не полностью. Откуда вы знаете, какой мотив, повод, причина был у людей так активно, так активно завлекать и привлекать людей, вот, Вагам, Файвинс, там, Квестру, Леонору? Ну, откуда вы знаете, может быть, там было не только, да, вот, ну, заработать, это, понятно, нормальное человеческое желание, только заработать не за счет того, что кто-то принес, да, и не отдать ему деньги, схватил и бежать, да, как первобытный общинный строй, да, как вот у зверей, а знать, что ты человека завел, привел, и ты несешь ответственность, что и человеку будет хорошо, он тоже заработает, да, а здесь люди были безответственны, и, вот, допустим, вы уверены, что это действительно жертва, вы уверены, вот, понимаете, почему уверены, что это жертва? Если бы они были действительно жертва, они бы сейчас сели и сказали, ну, да, точно виноват, ладно, давай, я купил на эти деньги, то, что обналичивал там квартиру, машину, давай я это продам, останусь тем, с чем я зашел, а это буду постепенно раздавать, и буду также, вот, говорить вышестоящему, который мои деньги отдавал. Но ведь этого же нет, они же зажали, они эти деньги, которые получили, они сейчас, то есть, понакупали квартир себе там в Испании, в России, переписали на своих сожительниц, друзей, родственников, то есть, они прячут, они не собираются отдавать тем, кому завели, то есть, они держатся за это, они считают, что не заработали, ну, вот, они считают вот так, у них такой подход. Понимаете, они же вам говорили, что компания проверена, вот, помните, как Алексей Воробьев проводил, допустим, те же кофе, вот, с утра прямо он друждался человек, да, так друждался, вот, откроешь, смотришь, а вот он, Алексей Воробьев, вот он рассказывает про эту вот компанию, что компания проверена, аудит, и он уже устал это рассказывать, что компания белая, и чисто это Агам, и что FIWINS, и что проверена перепроверена, и что проверок очень много было, и тра-ля-ля, ну, конечно, люди, люди не то, что они позволяли себя обмануть, потому что слышали вот это, вот это вот, то, что, чем они привлекали внимание, что компания белая, стабильная, что будет работать, что у компаний планы, что проводятся конференции, мероприятия, и что целый Радислав Гондопас, а кто такой Радислав Гондопас вообще, ну кто это, целый Радислав Гондопас, а это, знаете, персона, он вообще не каждое мероприятие проводит, да я вас уверяю, вот вы заплатите, и будет каждое мероприятие проводить, понимаете, и, конечно, вот, потом они все быстро ушли, типа я, не я, то есть лавры они пожали, на них смотрели, и у них спрашивали, они говорили, да, все проверено, все договорено, все чисто-бело, все, убедился сам лично, вот, пожалуйста, документы, а потом они просто все попрятались, пошифровались, номера поизменяли свои, и видео свои удалили, та же Черенкова, понимаете, она Антоненко, да, Мария, или Антоненко, не знаю, как правильно, ну, извиняюсь, я не знаю, как правильно фамилия производится, она тоже, вот, то есть они заводили людей, завлекали, откуда вы знаете, вот, допустим, какой был мотив, причина, повод у человека людей завлекать, говорит, что компания проверенная, перепроверенная, может быть, она и знала, что это хайп, так же, как и Черенкова, и ее муж Белянин, и Гутник, и папа Гутник тоже знал Татьяны, понимаете, а может быть, они все знали, просто вовремя ушли, да, ну, то есть они набрали, они понимали, что сейчас жареным запахло, купили себе, обналичили свои средства, потому что вот Татьяна Гутник, допустим, уже, она, то есть говорила, так, все деньги мне, а потом уже тем, кто ниже меня, ну, то есть стоит, да, то есть обналичивала, когда не было вывода, на красивую жизнь себе, то есть подумайте вообще, то есть человек и не пытался, когда тоже она увидела, что вывода нет, она даже и не пыталась, ну, вдуматься, она, прежде всего, думала о своей безопасности, а не о вашей, и вы сейчас сидите, вы жалеете, говорите, что это жертвы, то есть вам нравится их восхвалять, дарить им комплименты, писать, что они якобы красивые, умные и какие они замечательные, но какую пользу они вам дали, никакую, чем они, ну, я не знаю, вот украшают мир, вообще ничего не заметно, вот Валерия Черенкова там, допустим, в диджитериум потом завлекала, то есть вот, значит, деньги эти с квестера она заработала, она написала, что свой первый миллион она заработала, там, я не помню, 23 года, что у ней была команда там в квестере, и такая-то, и такая-то, и такая-то, потом она целый год путешествовала с 2017 года с осени по зарубежам, потом она приехала, начала, а, там же в диджитериум завлекать, и она там же в своих презентациях говорила, что кто ко мне зайдет, я скажу, когда вовремя выходить, потому что я держу связь с теми людьми, которые все это организовали, вы понимаете, какая лукавая, подлая политика, то есть, ну, зайдет к ней какая-то команда, ну, поживятся они, потом они все денежки свои выведут, а тот, кто дальше будет заходить, то есть они тоже завлекают людей каким-то образом, привлекают, проводят какие-то презентации, да, в интернет-пространстве, а там хоть трава не травеет, то есть все равно будут потерпевшие, и людям все равно, их волнует только собственное благополучие, и вам их жалко, да тот же Кенесар и Карамаев, вы понимаете, что он мог сейчас вот всю ту недвижимость, какую он накупил, не переписать, допустим, на кого-то, а сказать, люди, ну, простите меня, я не специально, давайте я вот продам, останусь при том, с чем я зашел, вот у меня там дом, там, я не знаю, там 300 квадратных метров, там машина была, да, а все остальное, что я вот заработал, вроде как здесь думала, на самом деле не заработала, а, ну, не специально ввел в заблуждение, я продам и буду отдавать, ну, по справедливости разделю, но ведь этого же не случилось, ребята, почему вы их оправдываете, ну, посмотрите, вы вот прямо вот откройте глаза, я помню, мужчина в прошлом году писал, вот, вы призываете там обращаться, ну, и КБ Верда, и в МВД, да, он говорит, сейчас брат на брата в Казахстане, мы сами разберемся, я ему пишу, разбирайтесь, вот у кого вы взяли деньги, сядьте с ним по-человечески, вот у кого вы взяли, у трех человек, у пяти денег, ну, и вот с размером, вот у этого взяли вы, допустим, 10 тысяч долларов, у этого тысячу, ну, нет у вас сейчас 11 тысяч, но этому, соответственно, вот продайте то, что вы на это купили, ну, и отдайте, допустим, тысячу долларов, а этому 100 долларов, ну, то есть с размером тому, как они внесли, допустим, по 10 процентов отдавайте каждый месяц, понимаете, а сами обратитесь к тому, кто вас сюда, допустим, ввел, кто ваш спонсор, скажет, давай разбираться, слушай, я людей подвел, сам не хотя, ты меня тоже, ну, подвел, я не в обиде, ну, давай разбираться, давай тоже возвращать деньги, ты кому отдавал, знаете, ну, это же вот нормальные человеческие отношения, но ведь этого же нет, потому что вот эти, кто деньги получил, они их зажали, они сказали, ну, у тебя карма такая, ну, короче, тебе не повезло, в следующий раз повезет, ты, наверное, в прошлой жизни там что-то не то сделал, а я тебе деньги не отдам, где деньги, я все наверх отдал, они, понимаете, схитрили, слукавили, и вы их жалеете, да, ну, люди, пожалуйста, ну, ну, повзрослите, поумнейте.